Серьезные вопросы простым языком. Компания «Газпром Межрегионгаз» создала сериал «Серый волк» и «Бытовой газ». В ней знакомые с детства герои «Серый волк» и «Красная шапочка» расскажут, как пользоваться голубым топливом, что делать запрещено и как быть, если что-то пошло не так. Одна из серий, к примеру, расскажет о том, что будет, если не платить за газ. Бабуля, я пришла. А где бабушка? Вот же я, внученька. Неужели не узнала? Конечно узнала. А почему у тебя такие большие уши? Чтобы лучше тебя слышать, внученька. А почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы тебя... Бабушка, а мы за газ в этом месте заплатили? Что? Какой газ? Зачем за него вообще платить? Как зачем? Не заплатим, газ отключат. Заплатим поздно, пенни начислят. И бабушка это прекрасно знает. А ну говори, где она? За газ нужно платить вовремя, чтобы не начислялись пения и не копился долг. А иначе газ отключат. Это удобно делать онлайн. Без всяких очередей комиссий. На сайте «Газпром. Межрегионгаз» вашего региона. Или в личном кабинете «Мойгаз». А люди знают! Про необходимость платить по коммунальным счетам, в частности за газ, можно говорить много и долго. Но факт остается фактом. Осуществлять платежи в установленные сроки и в полном объеме обязанность граждан. Это регламентируется законами Российской Федерации. Оплачивать услуги газоснабжения нужно ежемесячно до 10 числа. Передавать показания прибора учета до 25 числа. А с теми, кто, как и волк, не платит за газ вовремя, «Газпром. Межрегионгаз Черкесск» проводит работу, применяя все предусмотренные законом меры. От уведомления до отключения от газа. Крайняя мера воздействия на неплательщиков – это, конечно же, отключение от системы газоснабжения. При этом «Газпром. Межрегионгаз Черкесск» обязательно уведомляет абонентов-дебиторов за 20 дней до предполагаемой даты отключения. За 2023 год направлено уведомление 25 тысячам абонентам. Отключено от системы газоснабжения 342 потребителя на общую сумму 28 миллионов рублей. Благодаря комплексной работе, которую выполняет компания «Газпром. Межрегионгаз Черкесск», в 2022 году долг населения снизился почти на 7,5 миллионов рублей. К работе с неплательщиками привлекаются судебные приставы, органы местного самоуправления. Поэтому улучшение платежной дисциплины у населения налицо, а точнее в цифрах статистики. Говоря о платежной дисциплине населения, то за 2022 год оплата за поставленный газ составила 94% от стоимости поставленного газа. Это один из лучших показателей по Северо-Кавказскому федеральному округу. За 2022 год «Газпром. Межрегионгаз Черкесск» увеличил абонентскую базу на 1107 потребителей абонентов-физических лиц. В настоящее время мы осуществляем поставку 118 тысячам потребителей абонентам физических лиц, и это число увеличивается с каждым днём. Ведь группой компаний «Газпром» ведётся колоссальная работа по газификации и до газификации населённых пунктов. Совсем скоро у нас газ дойдёт до жителей самых удалённых уголков нашей республики. Нужно отметить, что услуги за поставленный газ абоненты дебиторы не оплачивают по причине отсутствия финансовой возможности, а также отсутствия стабильного дохода. Если говорить о просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ в регионе, то более 70% приходится именно на население. При этом компания «Газпром. Межрегионгаз Черкесск» всегда готова идти навстречу своим абонентам. Поэтому в тех случаях, когда собственник не может оплатить образовавшуюся задолженность, поставщик газа предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга. Алгоритм действия для заключения простой. Прийти в абонентский или территориальный участок в вашем районе, заполнить необходимые документы и внести порядка 30% от суммы задолженности. Остальную сумму делят на части. Её необходимо оплачивать согласно графика. Причём такой вид решения платёжных проблем выгоден как для поставщиков газа, так и для потребителя. У нас предусмотрено заключение соглашения о реструктуризации задолженности за поставленный газ. При этом необходимо оплатить 30% стоимости поставленного газа и заключается соглашение о реструктуризации. Необязательным условием является соблюдение графика реструктуризации задолженности и оплата текущей поставки. Также абонентам «Газпром. Межрегионгаз Черкесск» доступно участие в акции «Погаси долг. Спишем пени». Действует она не на постоянной основе, но узнать о ней можно на сайте организации. К слову, последняя такая акция завершилась 31 мая. Для того, чтобы подать заявку на списание пени, есть несколько обязательных условий. Во-первых, стопроцентное погашение дебиторской задолженности на дату обращения в период проведения акции. Также стопроцентное погашение дебиторской задолженности по услуге госпошлина при наличии и не только. С полным перечнем условий абонентов знакомят сотрудники абонентских пунктов. А подробнее они могут узнать, позвонив на горячую линию. Акция предусматривает полное погашение задолженности и за услуги газоснабжения, за начисление пени, а также за изменение режима газоснабжения. И в таком случае мы списываем пеню. Зачастую газовики сами собирают показания счетчиков, чтобы облегчить абонентам оплату газа. Особенно это удобно для пенсионеров и тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти в отделение. Так контролер газового хозяйства Елена Маленькая обходит дом за домом, чтобы снять показания. Тем самым помогая абонентам, которые с благодарностью встречают Моя работа контролера заключается в том, что я схожу, собираю показания по аулам. По тем местам, где люди даже пенсионного возраста по мере своих заболеваний, по мере своего возраста не могут прийти оплатить даже за газ. Мы приходим, помощь им, делаем инвентаризации, фотографируем газовые счетчики по истечению шести месяцев, чтобы не было дебюторской задолженности, чтобы не было начислений. Тем самым мы помогаем таким людям. Ну и не только таким, и всему, в принципе, населению. Что люди нам многие благодарны за это. Ну а для тех, кто по той или иной причине не может посетить абонентский пункт для оплаты услуг газоснабжения, создано приложение «Мой газ», которое позволит оплатить все счета не то, что без очереди, а вообще не выходя из дома. Для наших абонентов привычна оплата услуг газоснабжения в абонентских и территориальных участках. Однако на сегодняшний день нашим клиентам доступна возможность производить оплату в режиме онлайн. Для этого необходимо установить на смартфоне приложение «Мой газ» или зайти на сайт «Мой газ.смородина.онлайн». Также для скачивания доступно приложение «Газпром Межрегионгаз», которое позволяет оплачивать услуги газоснабжения дистанционно и, самое главное, без комиссии. В случае оплаты через эти ресурсы чек приходит на электронную почту, что также очень удобно и экологично. Анна Акимова уже успела забыть, что такое очереди. Сидя дома за кружкой чая, она может легко, быстро и, главное, безопасно оплатить все счета за газ буквально несколькими касаниями на смартфоне. Этим приложением я пользуюсь больше года. Для меня его скачала в телефон моя дочка. Для того, чтобы я не стояла в очередях, не тратила свое время, я плачу за дачу и за дом. Через это приложение я могу заплатить несколько счетов. Я очень довольна этим приложением. Функционал приложения впечатляет. Тут есть возможность передачи показаний приборов учета, оплаты газа и другие услуги, в том числе с использованием QR-кода. Можно управлять несколькими лицами ими счетами, получить информацию о пунктах обслуживания абонентов. Многие жители Черкесии уже успели по достоинству оценить возможности приложения. Да, пользуюсь. У меня есть. Очень хорошее приложение. Удобно оплачивать, даже находясь где-то на отдыхе. Чем в очереди стоять через приложение, намного удобнее. Зарегистрироваться в личном кабинете Мойгаз можно двумя способами. На сайте компании Межрегионгаз Черкесск или, собственно, в мобильном приложении. При этом вам необходимо указать адрес электронной почты или номер телефона, а также установить пароль. На указанный номер или электронную почту вы получите код подтверждения. Далее нужно подтвердить согласие на обработку персональных данных, после чего вы можете подключить свой лицевой счет. Словом, компания старается сделать все возможное, чтобы избежать задолженности у абонентов. А по всем возникающим вопросам вы можете обратиться на горячую линию по номеру 8 800 3 4 9